Добро здоровиться уважаемые посетители моего канала я с вами не просто общаюсь довольно таки Тесно и как вижу вы от меня получаете какую-то помощь и я от вас получаю помощь спасибо Димону пришло ваша помощь пришла благодарю ну и я хотел на комментарий Сергея Матвиенко у него особенно там проблемы со здоровьем которые в основном проблемы со здоровьем порождаются образом жизни и как-то корректировать это все с помощью лекарственных средств задача не просто бесполезна а можно так сказать смертельно вредная причем все это начинается знаете с такого с малого а да там что-то там заболело да я там его тут ну вот от боли вот такое вот а что там за причина никто не знает не понимает и так далее и вот значит классический пример Сергея Матвиенко кишечник после больницы работает совсем плохо почти совсем не варит часто использую магнезию сену при этом постоянно сушит по рту ну что сказать так как я свое время перелопатил много литературы и кое-что у меня отложилось плюс естественно своя собственно работа была и вот я встречал что когда кишечник работает плохо по литературным источникам то вот эти все слабительные они пытаются знаете подстегнуть слизистую толстого кишечника для того чтобы она там сработала и если человек ну допустим раз два там три не без того это все сработает это нормально но если человек вот вошел в такой можно так сказать пике и решил что вот это вот как раз вот разного рода микроклизмочки вот эта рекламка там они сидят там сделали микроклизмочку и все они что хорошо показывают как как с толстого кишечника идет все эти каловая масса выделяется так далее вроде бы это знаете отлично так вот к чему это приводит это приводит к тому что вот было сказано сушит во рту это говорит о том что пересушиваются слизистые оболочки вообще желудочно-кишечного тракта и особенно естественно толстого кишечника он уже не может работать ему надо дать нечто совершенно и но ему надо дать биологически активные вещества причем на эти натуральные и живые они какие-то там вам скажут вот это вот толковая вещь на самом деле лишь бы денежку с вас взять вы все-таки отличаете знаете естественное от искусственного и то что естественно она нас питает оберегает дает нам жизнь а то что искусственное оно наоборот начинает создавать иллюзию что организм работает за счет этого на самом деле как в данном случае магнезия и сено они высасывают ваши резервы жизненные силы и в конце концов вообще перестает кишечник работать несмотря на то что вы там бухайте дозы все больше больше и больше а вам становится все хуже и хуже и хуже поэтому для того чтобы все это восполнить я сейчас просто не буду смотреть хотя можно посмотреть есть такая у меня книжечка давайте так уж и быть глянем так где это все у меня может быть а вот она рецептура рецептура соков а вот как раз болезни и применение свежих соков ну-ка давайте давайте-ка вот смотрите ацидоз аллергия и следующий идет запор отсутствие нормального стола в течение 1-2 суток вдобавок еще все о запорах есть книжка в библиотеке по моему она есть все о запорах вы можете посмотреть и так далее значит запоры какие соки применяется 60 номер 61 номер 61 это морковь шпинат 30 морковь свекла огурец 15 15 просто шпинат и по моему первые это просто морковный сок вот смотрите я думаю из-за того что как-то когда человек молод здоровый он как-то наплевательски относится к своему организму там питается то все пятое десятое и работает работает и работает то со временем начинают появляться разного рода проблемы маленькие проблемы вот пытаются лечить их лечить их решить их с помощью разного рода лекарства все пятое десятое это ведет к тому что организм постепенно ослабевает вот это применение лекарств особенно те которые направлены на то чтобы подхлестнуть работу организма а именно вот там справляться там с запорами они высушивают высушивают слизистые и по этому именно поэтому кишечник после больницы работает совсем плохо а чем будет хорошо работать слизистая кишечника истончилась она потеряла свою способность но будем говорить и выделять пищеварительные соки и всасывать через такую поверхность то есть она потеряла свои свойства как только начинает терять свои свойства слизистой оболочки особенно желудочно-кишечного тракта перестают поступать питательные вещества и в каком-то мере энергии в организм и он начинает прогрессивно чахнуть вот почти совсем не варит для того чтобы опять-таки варил для того чтобы улучшить пищеварение кстати для улучшения пищеварения хроническая усталость при хронической усталости что надо употреблять тут помимо того что почистить надо сначала при хронической усталости не столько почистить организм сколько сначала как бы его немножко оживить чтобы очистительные реакции прошли нормально противном случае он даже и очищаться не будет так анемия анемия часто бывает от того что куча паразитов сейчас как раз это все начинается несварение желудка несварение желудка вот как раз что там надо использовать соки при этом постарайтесь вот тут даны лимоны но надо сначала начинать не столько с лимонов сколько с морковного сока для того чтобы восстановить слизистую именно морковный сок способствует тому что за счет наличия в нем определенных веществ там каротина и так далее естественно это ведет к тому что начинают восстанавливаться потихонечку слизистые желудка и он наконец таки начинает начинает переваривать более-менее то есть вам необходимо будет проделать вот такую работу плюс плюс я целебную кулинарию значит мне так хочется сказать вот такими словами на хрена я ее сделал я потратил огромную кучу денег для того чтобы снимать эту квартиру квартира в 160 тысяч в месяц мне обходилась московская квартира и все это примерно было в течение года чтобы кухня была все это там такое снимал платил двум работникам своим по 80 тысяч ежемесячно для того чтобы они там что-то мне помогали плюс купил этих фотоаппаратов 4 по 200 там тысяч компьютер вот это для того чтобы работать чтобы сделать вот эту целебную кулинарию которая бы вот эти все явления которые практически у каждого второго вот это вот все это наблюдается бездомное отношение думает а вот это вот я с лекарствами там решу боли уйдет а это я тут грубо говоря просрусь использую сенную магнезию все это такое а там еще там что там реклама там дает я вообще рекламу смотрю я я знаете вот не хочется плохие слова говорить такие такое впечатление как знаете поступают с трехлетним ребенком он все принимает на веру и все это халает что принял на веру и это а потом оказываются такие вещи что его вообще знаете как бы сказать спустили куда-то там грубо говоря ниже плинтуса и он не знает что делать и он теряет веру в естественное здоровление потому что он им он и не не понимает его как это все должно работать так вот книжечку я значит как раз сказал рассказал значит блюдо из проросшего зерна для того чтобы как бы сказать насытить ваш организм живыми витаминами группы b а е и прочее 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 откуда вы их будете брать из вареной пищи вам надо больше больше потому что вы уже грубо говоря знаете как аккумулятор в машине разрядили уже да нельзя ничего он там не может там делать не крутить и машина стоит и смотрите для того чтобы просто-напросто вот часто использую магнезию сену для того чтобы вот если у вас не получается со стулом и вы думаете вот это вот использовать видите какого какие вещи происходят вы используете лучше микроклизму со своей собственной мочой я думаю моча отделяется поэтому мочу не выбрасывайте собирайте в бутылочки и если у вас не получается со стулом просто-напросто берете грушу 100 граммову со своей урины там свежей так далее сделали клизму разли полегли подождали немножко как правило на через некоторое время сработает при этом слизистая толстого кишечника прямой кишки не просто будет сохраняться она еще будет улучшаться то есть это как раз вот очищение организма для ослабленных людей чего начать как вести ослабленный человек не может выполнить жесткие очистительные процедуры по причине того что у него отсутствует должный потенциал энергии и то что допустим у здорового человека на масло организм срабатывает прослаблением у ослабленного человека он выпил это масло и в лучшем случае он его вырвет а в худшем случае она у него останется там ни вперед ни назад никуда произойдет самоотравление вот эти вот масло да написал книги чувствую тут вам объяснять объяснять и объяснять и объяснять ну еще объяснение вот такие происходят из-за того что не читали моих книг а пришли сразу ага вот спросили там что-то как-то а где масло взять черного тмина там кто-то там спрашивает на базаре походите посмотрите вот что я вам хотел сегодня рассказать как выходить из этих там состояний а все что-то начиналось насколько там это вот-вот болит там этот самый кишечник там болит что-то там еще болит предстательная болит мочевой там пузырек просто болит и можно подумать что она болит и как она болит это ясно ясно что-то болит все пересушено и вот он еще пишет инфекции действительно много сережа пишет жена является носителем гарденелл у нее были гонорея хламидоз трихомонады которые были излечены и смотрите когда у одного из супругов имеется вот эти вот паразиты они естественно во время половой жизни передается и второму супругу которые были излечены ну вот у нее возможно излечены а у вас вот как раз они все это привилось тут конечно не надо там говорить что кто кто там виноват кто это разбираться это это как бы сказать другой вопрос а надо если вы совместно живете значит совместно лечиться от гонореи хламидоза трихомонада трихомонад но вероятно они никуда не делись только затихли через неправильное питание возвращается я не знаю там через правильное питание возвращается или не возвращается вы должны как бы сказать об этом судить самостоятельно и найти вот тут не должно быть такого как там особенно если использовались антибиотики или там еще там какие-то там вещи то вот как раз они и создают среду для развития уже не этих паразитов а для развития грибковой инфекции да и эти все попрячутся там куда-то там в организме куда антибиотики особо не доходят и потом они тут потихонечку или через неправильное питание а кто мешает от если вот так вы говорите кто мешает правильное питание практиковать так вот сейчас лежу пишу и все-таки есть ощущение как будто кишки хотят выбросить что-то вот они хотят выбросить что-то а сил у них не хватает для этого лямбли только лечили лямбли только лечили лямбли это как раз у печени чем лечили что лечили много антибиотика примерно за эти четыре месяца в качестве естественных антибиотиков можно использовать растительные препараты даже ту же полы можно использовать керосин можно использовать тадикам можно использовать много чего что будет успешно работать против вот этого паразитарной инфекции особенно там лямбли не любят керосина а многие так сказать лекарства которые вроде бы должны были действовать ничего не не делают вот как раз с вадим лагрин говорит без тадикам по не обойтись матвенко пишет тадикам принимаю уже не меньше шести месяцев регулярно то есть каждый день возможно без этих мероприятий уже бы умер хорошо что вы применяете но но смотрите одно дело это против паразитов а другое дело применять вот как я говорю для того чтобы восстановить организм тут должны быть не столько вернее не яды а тут должны быть питательные вещества тут должны быть такие вещества которые организм быстро усваивает как правило это свежевыжатые соки это их надо потихонечку начинать применять для того чтобы все это правильно начало усваиваться они просто приняли стакан выпили и грубо говоря вышло вадим буду стараться надо расти дочь который на хватает меня всякой гадости в свое время на хватало от родителей ничего криминального контактно бытовым путем да 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 но и тут вот и тут иногда очень хорошо помогает голодание вот эти все вещи это хорошо а голодание как бы сказать вас будет выводить на новую ступень но тоже все это надо с умом и постепенно делать и плюс правильное восстановление на тех продуктах которые действительно добавляет силы вам и вот можно сказать вот какие-нибудь там американские витамины не очень дорогие дайте их возьму я вас учу и вам рассказал о проросших зерне можно проращивать огромное количество этого зерна и использовать и все это богатство быстро будет восстанавливать ваш организм а так вот в ступор вошли и ничего не получится и так большинство людей и не получается они потихонечку сходят на нет и уходят со сцены жизни вошли 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 в сутки вот и Продолжение следует...